здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей великобритании на вторник 15 декабря лондону наконец-то присвоена третья наивысшая категория эпидемиологической угрозы из-за резкого скачка как они говорят заболеваемости в британской столице решение было принято после брифинга министра здравоохранения страны мэтта хэнкока он предупредил что ситуация в городе стремительно ухудшается и призвал правительство не дожидаться среды на которую был намечен плановый плановый регулярный пересмотр классификации районов страны вместе с лондоном в третью категорию попали также некоторые районы графств эссекс и хардфордшир после окончания недавнего локдауна 2 декабря британия была поделена если вы помните на три категории высшую среднюю и наивысшую исходя из этого в разных регионах были сохранены ограничительные меры разной степени жесткости тогда лондон оказался во второй категории люди могли встречаться в пабах и ресторанах значительная часть магазинов и заведений была открыта повышение уровня угрозы означает что все это закроется и магазины теперь продолжит не магазины а заведение общепита продолжат работать только на вынос или через услуги доставки встречаться на открытых пространствах можно будет компаниям не превышающим 6 человек принимать у себя гостей нельзя ранее власти хотели оставить так называемое рождественское окно в период с 23 по 27 декабря чтобы британцы могли отметить рождество с родными и друзьями теперь от этих планов придется отказаться британские медики идентифицировали новый вариант коронавируса тоже интересная новость этот новый штамм быстрее передается от человека к человеку об этом тоже заявил все тот же министр здравоохранения мэтт хэнкок по его словам заражение новым штаммом отмечают в больницах 60 районов британии сейчас по его словам штамм изучают в военной лаборатории портон даун неподалеку от солсбери о новом штамме уже предупредили всемирную организацию здравоохранения это так сказал министр здравоохранения вирус развивается изменяется с течением времени всемирная организация здравоохранения ввоз осведомлена об этом новом варианте к вида который появился у нас в британии но нет никаких доказательств того что этот штамм ведет себя иначе чем существующие типы вируса говорится в сообщении организации нам известно об этом генетическом варианте обнаруженным у тысячи человек в англии сказал главный эксперт ввоз по чрезвычайным ситуациям мак майк райан на брифинге в женеве мы видели много вариантов этот вирус развивается изменяется с течением времени ну да теперь же у нас много разнообразных вакцин а вирусов было мало ну а теперь на каждую вакцину будет по вирусу все просто в ближайшей неделе ряд крупных авиакомпаний включая united jet blue и люфтганза планируют ввести в обращение новое приложение для смартфонов common pass с его помощью можно будет отслеживать историю сдачи тестов на ковид-19 каждого пассажира международного рейса и их результаты а также в будущем возможной историю вакцинации можно будет там посмотреть common pass будет уведомлять пользователей о правилах полета той или иной авиалинии например о необходимости предъявить отрицательные результаты теста пользователь будет загружать приложение требуемые документы и получать специальный qr-код с которым может пройти на борт в октябре united уже опробовала common pass на рейсе из лондонского хитро в нью-джерси в великобритании национальная служба здравоохранения nhс выпустила ролик с санта-клаусом которому врачи оказывают помощь больнице об этом сообщает бизнес-инсайдер рекламном ролике показано как пожилой мужчина с белой бородой попадает в больницу в палате он отвечает на большое количество писем все удивляются что он очень популярный а в конце ролика мужчину выписывают и одна из врачей приходит домой и видит на подарке записку с поздравлением и тут же понимает что все это время она лечила санта-клауса национальная служба здравоохранения принесла общественности свои извинения за этот ролик за санта-клауса в больнице как оказалось он напугал детей родителей тем что санта болеет коронавирусом что же сказал на это наш спонсор русский дед мороз в он сказал что пока санта болеет он поздравляет связаться с дед морозом можно через facebook.com slash uk дед мороз вчера в сервисах google произошел глобальный сбой который продолжался около часа при попытке открыть некоторые сайты компании включая gmail youtube и google drive в браузере и в приложениях появлялось сообщение об ошибке проблемы с доступом начались около полудня по лондонскому времени в панели инструментов google сначала появилось сообщение о проблемах с доступом к сервисам а спустя примерно полчаса информация о том что основные программы частично возобновили нормальную работу также спустя примерно полчаса начала открываться главная страница youtube на которую вы всегда можете посмотреть новости великобритании если подпишитесь и поставите лайк порносайт порнхаб удалил большую часть роликов с сайта временно сняв с сайта все неверифицированные любительские видео загруженные пользователями это случилось после того как разразился скандал из-за видео с нелегальным контентом обнаруженным на платформе ранее mastercard запретила использование своих карточек на сайте это случилось после того как газета new york times выяснила что там содержится видео жестокого обращения с несовершеннолетними и с изнасилованиями порнхаб сообщил что новые правила будут намного строже тех которые используются соц сетями согласно новым правилам на сайте останется лишь контент партнеров и верифицированных участников модельной программы которые сами должны быть участниками загруженных видеороликов в результате этого решения с порнхаб были удалены миллионы видео ну что остается простым пользователем посмотреть youtube с сашей грей today today i am making pelmini pelmini is a russian dumpling or russian ravioli typically eaten with butter or sour cream ну а других новостей на сегодня больше нет ставьте лайк подписывайтесь ну вы знаете там колокольчик становитесь спонсорами вас становится больше спасибо вам большое и до следующего выпуска я надеюсь что день грядущий нам готовит еще много разных веселых новостей грядущий нам готовить грядущий нам готовит к clearly грядущий нам готовит к drinks